Ежегодно в самом начале октября отмечается Международный день пожилого человека. В центре внимания интересы людей высокого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. Именно поэтому в регионе стартовал второй поток благотворительного проекта «Арктическое долголетие» для людей старшего поколения. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Валентина Юркова впервые пришла на проект «Арктическое долголетие». Позвали соседки. На первом занятии задания показались не такими сложными, как думала участница. Вы знаете, как-то необычно, что двумя руками сразу надо обводить и раскрашивать, но я думаю, что мы неплохо ещё с этим справляемся. Не только научиться чему-то новому, но и поделиться своими знаниями в мире медицины пришла на проект Татьяна Зуева. О том, как хорошо питаться, двигаться и правильно спать, врач расскажет всем. «Плохая фраза. А что вы хотите в вашем возрасте? Понимаете, это неправильно. Ну, где-то что-то побаливает, бывает, это сигналы тела. Ну, организму 60 миллионов лет, так он умеет, знает, поэтому где-то что-то... Тут кольнуло, там заболело. Это что-то такое. Он тебе говорит, не делай этого. Да и мне то. Нужно просто уметь его слушать. И питание то же самое. Он не должно ничего болеть. Вот, хотел бы поделиться со своими товарищами, с теми вещами, которые я сама знаю, которые я сама использую в своей жизни. На первом занятии участницы познакомились с программой проекта, потренировали память с помощью новых техник и поговорили о здоровье. «Здоровьем надо заниматься. Люди, находясь на пенсии, они сидят по своим домам, тем более теперь в пандемию. Это очень тяжело. И вот такие вот встречи замечательно происходят». Нейрогимнастика, скорочтение, мнемотехника и даже ментальные практики. После окончания проекта участницы будут в совершенстве владеть всеми навыками. А самое главное – натренированной памятью. «Ну, новые техники, новые приёмы. Будем их отрабатывать немножко по-другому. Но жизнь меняется. Не стоим мы на месте. Я постоянно совершенствуюсь, обучаюсь. И поэтому очень много нового. И про здоровье мы тут разговариваем. У нас проект «Арктическое долголетие». И поэтому ходят люди, которые уже в возрасте. И поэтому очень много. Я тоже прошла метафизику души и тела. Очень интересный тренинг. И вот это всё используем на наших занятиях». В завершение занятия руководитель школы Александра Калинина раздала участницам подарочные наборы для обучения. Добавлю, праздник «День пожилого человека» учредили для того, чтобы обратить внимание общества на людей высокого возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также по поиску возможностей улучшить качество жизни пенсионеров. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телегонал «Север».